На каждые 10 тысяч жителей России приходится 42 медика с высшим образованием. Общее число врачей в нашей стране 600 тысяч человек. Однако ходить к врачам россияне не любят. Почти половина опрошенных посещает медицинские учреждения раз в год и реже. При том, что болеют жители крупных городов в два раза чаще. 80% из них не обращаются к врачу. Ответственным оказался лишь каждый шестой респондент. Больные пренебрегают квалифицированной помощью из-за нежелания посещать муниципальную поликлинику с очередями и низким качеством обслуживания. 16% предпочитают лечиться самостоятельно. Каждый седьмой россиянин готов обратиться к врачу лишь в крайнем случае. У 12% на это нет времени. Сами россияне главными недугами чаще всего называют головную боль, простуду, грипп и боли в спине. Но причиной смерти большинства соотечественников являются сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно в России от них убирает более миллиона человек. Поэтому при недомогании лучше не играть в диагноста, а сходить к врачу. Тем более, что с 1 января 2011 года вступил в действие федеральный закон об обязательном медицинском страховании. Теперь каждый гражданин может сам выбирать поликлинику и специалиста. А с 1 мая появились полисы обязательного медицинского страхования единого образца, действующие до 2014 года. Они позволяют получать медицинскую помощь в любом регионе России, не только в госучреждениях, но и в частных, если те являются участниками программы ОМС. Всего в этой программе участвует 8 тысяч медучреждений. Есть из чего выбрать. Если хочется иметь доступ к большему количеству услуг, включая сложные операции и стоматологическое обслуживание, можно оформить полис добровольного медицинского страхования. Минимальная стоимость такого договора 15 тысяч рублей. ВИП обслуживание обойдется в 8 раз дороже. Есть также отдельные программы для пожилых людей и детей. До конца года цены могут увеличиться на 20%. Здоровье вообще оказалось недешевым удовольствием. Только на лекарства россияне тратят в год около 3000 рублей, а средняя цена медицинской услуги составляет почти 500 рублей. Поэтому людям, желающим сэкономить, стоит срочно завязать с вредными привычками и начать вести здоровый образ жизни.